Вархаммер 40 тысяч Ересь Хоруса Грэм Макнил Смерть серебряных дел мастера Я знаю, что умираю, но не знаю почему. Моя глотка раздавлена, и слабых вдохов не хватает для мозга надолго. Он не убил меня сразу, хотя легко мог. Помню, он смотрел, как я бился на полу мастерской, и задыхался, словно выброшенная на берег рыба. Смотрел, словно его завораживал переход от жизни к смерти. Но я крепче, чем кажусь, и не умру быстро. Возможно, этого он и хотел. Он не остался, чтобы наблюдать за моей смертью, словно его не интересовало точное время, лишь то, что это продлится долго. Я думаю, что он использовал ровно столько усилий, чтобы раздавить мне горло, сколько было нужно для медленной смерти. Если бы я не умирал, то почти восхитился бы необходимым вниманием к деталям и контролем над силой. Он хотел, чтобы я умер медленно, но не удосужился посмотреть на исход. Какой разум может так мыслить? Мне, как и всем нам, некому молиться. Император показал глупость поклонения незримым божествам, чье существование ложь. Все храмы и святилища были разрушены, даже последняя церковь за Серебряным мостом. В небесах нет сверхъестественных существ, способных услышать мои предсмертные мысли. Но как бы сейчас мне хотелось, чтобы это было не так? Любое свидетельство о моей смерти лучше, чем ничего. Иначе это будет просто статистикой, докладом одного из гардемаринов грозного корабля. Мои последние слова и мысли будут важны, лишь если кто-то их услышит или поймет. Вы вряд ли забудете умирающего перед вами человека. Я даже хотел бы, чтобы убийца остался до конца. По крайней мере, мне было бы на что смотреть, кроме почерневшего потолка мастерской. Люминосферы горят ровно, хотя мне кажется, что они гаснут, или гасну я. Я бы хотел, чтобы он остался посмотреть на мою смерть. Он был настолько больше и сильнее. Конечно, благодаря улучшениям, но даже без них я бы вряд ли был для него соперником. Я никогда не был вспыльчивым и не стремился к физическому и воинскому совершенству. С самых ранних пор я был мыслителем, копавшимся в рабочих деталях, и обладал изощренным разумом, работающим как часы. Отец хотел направить меня в ученики к механику Марса, но дед не желал услышать об этом. Жрецы Красной Планеты были врагами Терры два поколения назад, и мой дедушка, гравер с тонкими длинными пальцами, который делал невероятные браслеты, резьбу и шейные украшения в стиле штамповки Аскалона, затаил обиду с тех беспокойных времен. Производство оружия и боевых машин для империума человечества стало бы пустой тратой времени для человека с моими способностями. Мой дедушка был творцом в истинном смысле этого слова, достойным своего имени ремесленником, и очевидный в его работах редкий талант проскользнул прямо ко мне мимо отца. Не сказать, чтобы отец когда-либо мне завидовал, наоборот, он радовался моим успехам и с гордостью демонстрировал мои работы даже в начале, когда мои брошки, серьги и сверкающие воротники еще были неумелыми копиями. Я трудился многие годы, постигал ремесло и развивал талант, пока не стало ясно, что мои способности превосходят даже дедовы. Кристаллизация суставов превратила его руки в крюки, и все мы оплакивали день, когда дедушка в последний раз повесил на стену свои плоскогубцы и гравировальную доску. Работу всегда было легко найти, даже когда последние спазмы войны все еще сотрясали далекие уголки Терры. Этнархов и деспотов свергали одного за другим, но даже во времена раздора всегда находилась жена генерала, желающая модное ожерелье. Тетрарх, которому понадобилась более впечатляющая рукоять меча или бюрократ, стремящийся впечатлить своих коллег филигранным пером. Конец войн был близок, на Терре восстановилась стабильность, и по всему земному шару потекли сверкающие золотые реки денег, а с ними и желание потратить обильные суммы во славу единства, в память о павших или чтобы увековечить будущее. Я был занят как никогда, и частые заказы вознесли мои творческие способности к новым чудесным высотам. Я помню особенную работу, которую проделал для лорда-генерала Анатолийского фронта. Его солдатам повезло сражаться вместе со Стартес из 10-го легиона, перед их отправлением навстречу славе крестового похода. Мятежная ветвь кланов Терават стремилась сохранить контроль над уральскими кузницами, не желая отдавать их железным рукам, и сражалась с их смертными представителями. Последовало скорое возмездие, и комплекс кузниц пал через месяц тяжелых боев, в которых Анатолийским бригадам больше всего досталось от странного и смертоносного оружия слепых воинов клана. Но, как сказал мне лорд-генерал, примарх 10-го легиона, так впечатлила отвага солдат, что он сорвал железную перчатку с одного из знамен легиона и даровал на Йону, командующему бригадой, первой прорвавшейся через врата во внутренние топки. Не стоит и говорить, что этому командиру не пришло в голову сохранить подарок, и он покорно передал его своему начальнику, а тот своему, пока перчатка не попала в руки лорда-генерала, который обратился ко мне и поручил сделать для дара достойный реликвиарий, хотя он и смеялся над старым словом. Для меня было честью работать над таким невероятным произведением, и я направил все силы на этот заказ, перчатка явно была для железных рук пустяком. Но при виде тонкости и совершенства работы я понял, какие великие навыки были вложены в ее создание. Я слышал о чудесных руках Ферруса Мануса, на мысль о том, что я работаю с шедевром самого примарха, одного из сынов императора, дала мне цель и вдохновение, о котором я не мечтал даже в самых удивительных грезах. Я трудился день и ночь, избегая всех людей, и тем отпугнул многих состоятельных покровителей. Великолепие перчатки подняло мою страсть и способности к новым высотам измышлений, и за месяц я создал чудо, золотой реликвиарий с такими тонкими деталями, деликатной филигранью и драгоценными камнями, что его можно было смело поставить рядом с древним хранилищем мощей того, кого считали святым, и не устыдиться. Хотя император запретил поклонение ложным богам и нечистым духам, у меня было несколько старых заплесневелых книг, спасенных из развалин поверженного святилища, другом из консерватории, знавшим о моем интересе к таким вещам. Разговоры о богах, духах и магии были явной чепухой и мрачными преувеличениями, но эти верования вдохновляли на символизм и чудесные произведения. Кружащиеся линии, пересекающиеся волны и спирали, такой захватывающей сложности идеальной формы, что я мог часами смотреть на чудесные узоры и не терять интереса. В этих книгах я нашел идеальное вдохновение, и законченная работа была прекрасна. При виде ее лорд-генерал заплакал, и по многим нашим встречам я знал, что он не привык показывать свои эмоции. Он обнял меня и заплатил за заказ двойную цену, и мне потребовался весь самоконтроль, чтобы не отказаться от денег. Само разрешение работы над таким шедевром было достойной платой. Вести о реликвиарии разнеслись по миру, и спрос на мои таланты возрос еще сильнее. Но ничто более не поднимало меня к таким творческим высотам. Даже при этом мои работы были изумительными, и вскоре привлекли внимание тех, кто творил будущее мира сего, и тех, что таятся за усеянными звездами небесами. Однажды, студенным днем, когда я трудился над Дониксовым камнем, пронзавшим в эфире серебряный шар, путь моей жизни изменился навсегда. Человек, судя по манерам благородный, но внешне непримечательный, вошел в мою мастерскую подножия гор Сахиадри и терпеливо дождался моего внимания. Он разговаривал вежливо, с акцентом, который я не мог различить, и предложил мне место в неофициальной артели, которую намеревался создать. Я улыбнулся старому слову, ведь сейчас его использовали немногие. Слишком напоминало о давно мертвом тиране. Когда я полюбопытствовал, из кого будет состоять артель, мужчина заговорил о ремесленниках, поэтах, драматургах и историках, мужчинах и женщинах, которые будут путешествовать с флотилиями крестового похода императора и станут свидетелями величайшего предприятия в истории нашего вида. Мы покажем, что такая организация необходима. Добавим вес к растущему хору голосов, ратующих за более формальное и законное прославление воссоединения человечества. Мы покажем, чего сможет достигнуть такая организация. Наша задача будет не менее важной, чем у воинов экспедиционных флотилий. Он заметил мое веселье и улыбнулся, когда я отклонил предложение. Я был счастлив над Перри и не горел желанием путешествовать в неведомые уголки космоса. Откинув капюшон, он позволил длинным белым волосам раскинуться по плечам и сказал, что высочайшая власть просит моего сотрудничества. Мне хотелось засмеяться ему в лицо, но я не осмелился, увидев в глазах мужчины глубины понимания и воспоминания, которых не хватило бы на целый мир. Этот человек, этот обычный человек с весом целого мира в глазах, просто положил белоснежный конверт на верстак и сказал, как следует подумать, прежде чем отказываться. Он ушел без лишних слов, оставив меня наедине с конвертом. Лишь много часов спустя я смелился его поднять и долго вертел в длинных пальцах, словно пытаясь понять, что внутри. Открытие означало молчаливое согласие с предложением, и мне не хотелось покидать уют мастерской. Конверт скрепляла капля алого воска, и мое сердце замерло, когда я узнал перекрещенные молнии и двуглавого орла. Но, как и любой творческий человек, я проклят ненасытным любопытством. В конце концов, я открыл конверт, как и рассчитывал мой посетитель, и прочитал его содержимое. Написано было как просьба, но слова были такими красноречивыми, такими страстными и полными надеждой и власти, что я сразу понял, кто их писал. Гость, чью личность я теперь знал, не солгал, когда говорил о важности человека, которому потребовалось мое присутствие. В тот же день я собрал свои скромные пожитки и направился к горам Гималазии, чтобы присоединиться к своим спешно собранным спутникам. Я не буду пытаться описать бесконечное величие дворца, ведь одних слов будет недостаточно. Этот хребет, превращенный в исполинское здание, чудо света, которое никогда и никому не превзойти. Гильдии ремесленников стремились превзойти друг друга в прославлении деяний императора, творя монумент, достойный единственного, кто мог нести такой почетный титул без настоящего имени. Сейчас ранние дни проносятся для меня как миг, хотя, возможно, мозг просто умирает от недостатка кислорода. Достаточно сказать, что вскоре я уже отправился во тьму космоса, где бесчетные стаи звездолетов теснились в небесах и алчно высасывали топливо и запасы из огромных континентальных хранилищ на геостационарной орбите. Наконец я увидел корабль, который станет моим домом почти на 200 лет. Левиафан, сверкающий отраженным блеском Луны. Он блестел белым, когда грациозно разворачивался, чтобы принять на борт флотилию катеров и шаттлов с планеты. То был мстительный дух, флагман, гора Луперкаля и его лунных волков. Я быстро освоился на борту, и пусть пожиткие были скромными, у меня было внушительное состояние и лишь немногие меньшие тщеславия. Все это позволило мне продлить срок жизни и сохранить внешность благодаря превосходной омолаживающей терапии. Лежа сейчас на полу мастерской ремесленной палубы мстительного духа, я думаю, что можно было бы и не беспокоиться. Какой толк от чуть меньшего числа морщин вокруг глаз и более гладкой кожи, когда каждый вздох может стать последним? Облаженный покой наполняет разум от умирающих частей мозга. Я преуспел на флагмане 63-й экспедиции, создал много прекрасных работ и часто получал заказы на украшенные ножны, почтенные знаки, особые обеты и все такое. Многие из других летописцев, как мы, стали известны после Уллонора, стали моими друзьями. Одни добрыми, другие плохо выбранными, но все они были достаточно интересными, чтобы время на борту было для меня крайне приятным. Один из них, Игнаций Карказий, пишет такие веселые, непочтительные стишки про Астартес, что, боюсь, он однажды потеряет их расположение. Труд экспедиционной флотилии продолжался. И хотя многие миры привели к покорности воины и итераторы, немногие были запечатлены в трудах и картинах моих товарищей. Я создал из ляпис лазури копию карты мира, найденной в глубинах необитаемой планеты, и украсил шлемы многих портретами павших братьев после войны на Кейлике. На величайший заказ я получил после кампании на Уланоре. По словам тех, кто сражался на грязном мире в свете пламени пожаров, то была Великая война, безоговорочная победа, одержанная лишь благодаря гору Луперкалю. Уланор стал поворотной точкой крестового похода, и многие из приходивших ко мне в мастерскую полководцев желали увековечить свое присутствие на поле исторической битвы, украшенном мечом или тростью. Император возвращался на Теру, и Великий Триумф был проведен среди развалин мира зеленокожих, чтобы навеки запечатлеть этот мир на податливом металле истории. В отсутствие Императора гор Луперкаль будет руководить окончанием крестового похода, и такая значимая обязанность требовала не менее значимого титула – магистра войны. Даже я, никогда не испытывавший особого вкуса к войне и историем о ней, смаковал звук этих слов. Они обещали величия, славные свершения, и голову кружило от мыслей о величайших шедеврах, которые я смогу сделать, чтобы запечатлеть дарованную Императором гору Луперкалью почесть. Когда магистр войны был назначен, нам тоже оказали честь. Основание Ордена Летописцев стало одним из самых приятных воспоминаний. Я плакал, когда услышал о его утверждении советом Терры. Я вспомнил пришедшего в мою мастерскую беловолосого мужчину и поднял за него много бокалов в пикейных заведениях корабля. На следующий день после триумфа ко мне пришел воин, красавец, облаченный в доспех, сверкающий белым от шлифовального порошка и пахнущий благовониями. Его звали Гастур Сеянус, и его лицо заворожило меня, как почти до этого. Воин показал мне шлем с голубым знаком прямо над правым глазом. Без лишних вопросов я узнал молодой месяц, символ новой луны. Сеянус поручил мне сделать четыре кольца, каждая из серебра с отполированным лунным камнем. На одном должен быть молодой месяц с его шлема, на другом половина, на третьем выпуклая и на четвертом полная луна. За эту работу я получил бы внушительную плату, но я отказался от денег, потому что знал, кому предназначены кольца. Марнивалю. Абаддон будет носить полную луну, Аксимант, называемый некоторыми маленьким хорусом, половину, Таргадон выпуклую. Сеянус получит последнее кольцо, новую луну. Достаточно и чести работы на воинов с такой родословной. Я трудился неделями, вкладывая все в каждое кольцо. Я знал, что такие воины презрят броскость и лишний орнамент, и поэтому старался обойтись без наиболее сложных замыслов, пока не обрел уверенность, что создал достойный избранных помощников магистра войны кольца. Завершив работу, я стал ждать возвращения Гастура Сеянуса, но война держала его вдали от моей мастерской, и другие заказы появились на столе. Один из заказов, достаточно простой по замыслу, стал причиной моей гибели. Его тоже сделал воин лунных волков. Я так и не узнал его имени, ведь он не представился, а я не осмелился спросить. То был человек с грубым лицом, глубоким шрамом на лбу и агрессивным поведением. Он говорил слова с характерным резким акцентом хтонии, так типичным для старших воинов лунных волков. То, что хотел воин, было простым, таким простым, почти недостойным меня. Из мешочка за пазухой лунный волк достал серебряный диск, похожий на плоскую монету, и положил ко мне на верстак. Он толкнул его ко мне и сказал, что хочет сделать медали с образом головы волка и полумесяца. Я редко получал такие конкретные требования. Я предпочитаю пользоваться в каждом проекте собственным пониманием, о чем и сказал воину. Тот был так настойчив, что я ощутил, что отказываться опасно. Голова волка и полумесяц, ни больше, ни меньше. Я должен сделать форму для медали, которую он возьмет на инженерную палубу, чтобы произвести их в большом количестве на гидравлическом прессе. Такая банальная задача меня не интересовала, но я кивнул и сказал, что форма будет готова через день. Я заметил сходство в мотивах с тем, что заказал Гастур Сейнус, но промолчал. Слова только разозлили бы воина, для которого, похоже, бесцельное шокирующее насилие было обычным делом. Бояться Астартес естественно. В конце концов, их создали быть убийцами. Но здесь было нечто иное, нечто более тревожное, чем признание цели существования. Воин ушел, и я сразу ощутил, как воздух в мастерской стал легче, словно его присутствие давило мне на череп. Животная часть меня знала, что я в ужасной опасности и призывала бежать. Но высшая личность не могла понять причины страха. Если бы я только прислушался к инстинктам и бежал, но где бы на звездолете я мог спрятаться от одного из избранных магистра войны? Я обратил внимание на серебро, отбросив мысли о всем, кроме работы о металле. На такую простую задачу ушло бы лишь несколько часов, но я обнаружил, что продолжаю думать о воине и его угрожающем присутствии. В резьбе не хватало жизни и искр вдохновения, поэтому я обратился к тем же пыльным книгам, с которыми справлялся при работе над реликвиарием для лорда-генерала. На страницах я обнаружил частые упоминания волков и луны. Невры древней скифии раз в год превращались в волков. Страх, что глаза волчицы могут скружить чувства человека. Одни считали волков знамениями победы, другие видели в них вестников последних дней мира. В конце я обнаружил неполную историю о скованном волке, который порвал оковы и проглотил солнце, а затем был убит одноглазым богом. Учитывая, что мой волк будет выгравирован на фоне луны, это казалось подходящим выбором. С этим образом перед мысленным взором я быстро вылепил форму, придав волку простоты и элегантности. Благородный зверь гордо выделялся на фоне полумесяца, запрокинув голову, словно перед диким воем. Работа несложная, замысел прост, но я все равно гордился. Я был уверен, что окончательный результат порадует моего безымянного заказчика и таившийся в недрах разума страх насилия притих. Он вернулся на следующий день, когда ковакова корабля возвестили начало вечернего цикла, как и обещал. Воин потребовал показать, что я сделал, и улыбнулся, когда я положил серебряную резную работу в абсурдно огромную ладонь. Он поворачивал ее так и эдак, глядя на отблески света на гравировке. Наконец он кивнул и похвалил меня за работу. Я опустил голову, радуясь одобрению своего творения, но его рука сомкнулась на шее, как только я поднял взгляд. Похожие на железные провода пальцы сомкнулись на горле и подняли меня в воздух. Я забил ногами, чувствуя неумолимый напор. Я посмотрел в глаза воина, силясь понять, зачем он это делает, но не увидел никакого объяснения кровожадному нападению. Я не мог кричать, потому что хватка не давала покинуть рот ничему, кроме сдавленного хрипа. Что-то хрустнуло, и я ощутил внутри ужасное давление. А затем я упал, тяжело ударился о пол мастерской и забил ногами, пытаясь вдохнуть. Лишь крошечные струйки кислорода попадали в легкие через изувеченное горло, и я смотрел, как он присел рядом с сардонической ухмылкой на грубом лице. Слова пытались добраться до онемевших губ. Тысячи вопросов. На воздухо хватило лишь на один. Зачем? Воин склонился и прошептал мне на ухо. Тоже ответ, но в нем нет смысла. Я умираю, он это видит. Через считанные минуты я буду мертв. И воин повернулся и вышел из мастерской, не дожидаясь моей кончины. Я крепче, чем выгляжу. И хотя не могу сказать наверняка, не верю, что умру так быстро, как ожидал убийца. Я делаю слабые вдохи. Их достаточно, чтобы продержаться еще чуть-чуть. Но не хватает, чтобы жить. Все перед глазами тускнеет. Чувствую, что умираю. Серебряных дел мастера не станет, и я боюсь, что никто никогда не узнает причины. Но что это? Порыв ветра на коже, звук открытия двери. Да! Я слышу встревоженный крик и тяжелые шаги. Нечто огромное и бледное нависает надо мной. Проступают прекрасные черты, похожие на лицо спасителя. Видно из-под воды неподвижного озера. Я знаю этого воина. Никому так не идет доспех Марк 4. Гастур Сеянус. Он поднимает меня с пола. Но я знаю, что меня уже не спасти. Не важно, как быстро он сможет принести меня к медику, я не выживу. Но я все равно рад. Я не умру один. Кто-то будет смотреть, как я сброшу смертную оболочку. Меня будут помнить. Он кладет меня на верстак и неосторожно смахивает под нос завершенными заказами. Моя голова опускается на бок, и я вижу, как на пол падают четыре кольца. Я смотрю, как Гастур случайно наступает на дно, полностью расплющив кольцо своим весом. Это кольцо я сделал для него. Он наклоняется ко мне, настойчиво что-то говорит с искренней печалью от моей смерти. Сейнус резко задает вопросы, но я ничего не могу разобрать. Жизнь ускользает, глаза закрыты, но перед смертью я слышу, как Гастур задает последние вопросы. Кто это сделал? Что он сказал? И последней искрой жизни я проталкиваю предсмертные воспоминания и последние слова убийцы через изувеченную гортань. Я не могу сказать. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok